Доброе здоровьица! Пришло время ответить на ваши вопросы. Посмотрим, что тут нам принес компьютер. Значит, пришло вот такое письмо ко мне. Петрович, вы наматываете круги по парку в супертеплые куртки, коламбии, меховые ушанки, наверняка потейте. Аж лицо после 10 шагов красно. А неправильнее было бы совершать закаливающие прогулки, которые принесли бы пользу, большую пользу организму. Ведь теплой одежде можно и во дворе дома с них лопатой чистить, а на оздоровлющую прогулку, например, футболки, шортов, плюс шарф, как на моем видео. Значит, что я преследую, занимаясь прогулками? У меня цель несколько иная. Первое – это дать просто-напросто организму нагрузку. Потому что именно нагрузки, которая нужна в виде ходьбы, в виде самого простого и естественного упражнения, большинству людей не хватает. Тем более мне. Видите, я постоянно сижу за компьютерами, что-то там делаю, либо книгу, либо видео, либо смотрю. Поэтому мне нужна нагрузка. И большинству людей она тоже нужна, нагрузка, в виде естественных движений. Самое лучшее – это ходьба. Как вы заметили, ходьба быстрая. Причем вот эта быстрая ходьба, она, знаете, ничем не уступает бегу, а в некоторых случаях даже его, я бы сказал, превосходит. Тут нет, знаете, фазы полета, а вы постоянно отталкиваетесь ногами. Плюс, если вы еще, как я, будете делать казачий ход с эспандерами, да это такая колоссальная нагрузка, которая существенно дополнит ваш тренировочный рацион, так скажем. Поэтому я преследую цель, прежде всего, дать физическую нагрузку. Раз. Но помимо физической нагрузки, важно жидкостные среды, которые у нас имеются. Я не говорю о крови, я больше говорю о межклеточной жидкости и лимфе. Ну, это примерно одно и то же. Прокрутиться по организму, потому что возникает вот этот вот застой именно между, в среде, между кровью и клетками. Вот эта вот жидкость, которая омывает нашу соединительную ткань, которая находится в клетке, она движется очень-очень медленно. И поэтому ей надо дать такой интересный и важный толчок. И если вы заботитесь о своем организме, то в первую очередь вот встали, встали, ну там омылись, что-то там сделали. И на прогулку для того, чтобы вот это вот в первую очередь обеспечить себе, ну, будем говорить, необходимым количеством здоровья, которое нам дает ходьба. Вот это вот я преследую в первую очередь. Значит, это двеатринная нагрузка, это омывание с жидкостями всего организма, чтобы они прокрутились несколько раз. И ходьба это самое естественное состояние, которое это обеспечивает. Что касается закаливания, то насчет закаливания, я в свое время так же много работал, начал с обливания, потом окунания, потом нырки. Все это вы можете посмотреть в моих видео. И это дело я люблю. Но здесь и так же, там, бег я в свое время делал, обнаженным по природе. Причем, я, знаете, делал так его. Я тогда работал на спасательной станции. И я делал круг по, там, ну, по лесопарку. Нырял с пристани, с причала в воду. А уже температура была так, примерно, где-то октябрь. Но не слишком так это тепло. Выныривал. И еще разок делал круг. Обсыхал. Естественно, все это у меня обсыхало. Разогревалось. Опять нырял. И так, раза два, три. Ну, и плюс еще большие проплывы я делал через Донец. Это примерно метров, наверное, сто, сто пятьдесят. Где-то так вот, ширина Донца туда-назад. И так я где-то раздел, по-моему, раз девять или десять. Так, рекорды были мне интересны. Вот, что касается моей ходьбы. Лицо красное. Лицо красное. Это реакция на ветер, на мороз. Это, естественно, реакция. Сказать, что я там потею, я бы не сказал, что я потею. Хотя, разогреваюсь. Я стараюсь просто под эту куртку одеть одну там всего лишь навсего майку. Ну, примерно вот такую вот майку. И все. Сейчас похолодало. И в связи с тем, что я сейчас еще голодаю, я одел вот такую вот тепленькую кофту. Вот, что касается моей прогулки. Теперь, уже поймайте, с практики своей закаливания я должен вам сказать, что это дело очень сильное. И надо к нему все-таки подходить осторожно. Потому что, особенно по молодости, думаешь, ооо, да сейчас я тут наныряюсь и еще что-то, еще что-то наделаюсь. Вроде бы хорошо, вроде бы нормально. И вообще, там, каждое окунание в воду, оно дает такой заряд, что ты действительно, как что-то такое получил. Ух! Ну, какой-то такой вот, действительно, заряд, бодрость. Сразу меняется расстроение. Ну, если с этим немножечко переборщивать, а переборщивать, если не суток. Это можно, можно. Заработает то, что патогенная энергия холода войдет в ваше тело, а, как правило, она входит в ваши суставы. Это, прежде всего, суставы рук, плеч, локтей, коленей. И вы не заметите, как начнете потом мерзнуть. Как только, особенно с воздухом. Сначала-то не сказывается. Это не будет сказываться в 20 лет. Это не будет даже сказываться в 40 лет. Но мне уже, слава богу, больше 60. И вот тут-то это начнет сказываться. Небольшой холодок. И вы чувствуете, что вот, как-то там с суставчиком не так. Суставчик Кнейп, отец водолечения, предостерегал это очень сильные процедуры закаливающие. Как и воздушные, так особенно и водные, с ними надо дружить очень осторожно. Потому что это такая вещь, которая незаметно войдет в организм. Я имею в виду холод. А потом избавиться от нее очень трудно. Например, многие любят ходить там без шапок и так далее. А потом у них начинают болеть уши, начинает болеть голова. И причем, когда иногда вытаскиваешь так, из уха, выходит будто струйка холодной воды. Настолько холод, туда внедряется. Поэтому я вас просто-напросто предостерегаю. Процедуры хорошие. Выполняйте. Выполняйте резко. Раз, опа! Чтобы они, знаете, вас обожли. Потом изнутри жар. И вы сразу раз, оделись. То есть не надо впускать холод в организм. Он там наделает много неприятных таких вещей. Продолжение следует...